Утром я на аэропорту стою. Время 4 утра нашего времени. Поводёжно получилось с этим. Такси. Заказал вчера вечером. Короче, мне прислали, вот не вру, 7 смс-ок. 7. И дважды позвонили сегодня, утром. Вообще труба. То есть, реально девался, да? Мне эта хрень всякая приходит и отвлекает каждый раз. И уже получается, что мы первый раз позвонили, второй раз позвонили. Чё звонить, ё-моё, блин, а? А водитель позвонил, ну вот я подъехал, там стою, жду. Блин, ну замечательно, да? Как бы, не знаю, там время 15 минут что-ли было. А я наполовину заказал. Ну, стой и жди, чё, ё-моё, хорошо, что подъехал. Я рад очень. Получается, конечно, они тут прямо чуть ли на нервы не действуют. Вот, что у меня сейчас сегодня? Сейчас этот самолёт в 6.05. Питер мой. Вот, как я сказал, время сейчас 4 часа утра у нас. Потом где-то надо будет часа 4, что ли, в Питере посидеть, подождать следующий. Вот, и потом я уже в 10.20 немецкого времени прилетаю в Берлин. В следующий раз сюда лететь, нужно посмотреть рейс напрямую. Должна какая-то линия тоже летать туда-сюда и напрямую посмотреть до Екатеринбурга, в Германию хотя бы. А в Германии потом уже добираться этими нашими компаниями, либо там на поезде и так далее. Посмотреть. Может быть быстрее. Вот. Что ещё? Да, вчера я этот сидел до 12, этого Задорного ещё слушал, вообще был одёжный. Сидел там, ухахатывался. Вот. Ну и получилось, что в 3 часа сегодня уже нужно было вставать. Поэтому немного не выспался. Но я ещё пока это не понял. Вот. Взял с собой этот завтрак, овсяное печенье и ряженку. Сейчас думаю посидеть, пока всё равно этот самолёт свой жду. Да и позавтракать печеньками. В общем, конечно, впечатление обалденное. То есть после России, да, вот впервые как бы 3 недели на территории России, где мне, скажем, ну где я постарше уже что-то начинаю понимать. Вот. Конечно, супер просто. Вот. Вчера тоже день такой позитивный прям был, обалденный с этим. Я не знаю, вы поняли или нет, кажется, я вначале не снимал. Вчера я был в этом, в кино, как она, в киностудию. Вот. То есть вот эти все обманы как бы визуальные, да, это всё полностью киностудия сама сделала. И за 400 рублей, правда, за человека как бы вот показывала. Вот. В общем, получилось даже то, что два этажа там и на второй этаж, как только поднимешься, то всё, вниз уже как бы нельзя спускаться. Как-то они там немножко странненько так сделали. Детишки там бегали, я думаю, туда-сюда бы. Вот. Что ещё? В общем, да, в общем, в России, конечно, живёт немножко непонятно, потому что столько газа, столько нефти, да, и такие цены как бы на всё. И машины в таком состоянии, то есть вот практически, я не знаю, там, процентов 40, я бы, наверное, сказал бы иномара где-то. И то иномарки такие все, скажем, дешёвенькие в кавычках, да, то есть не Mercedes, не BMW, а более такие попроще, там Hyundai, Skoda, вот такие вот как бы машины. И то как бы в таком состоянии, что очень-очень старенькие они уже. Молодёжь здесь, в принципе, хорошо живёт, я так думаю, потому что учёба, то есть, в принципе, для молодёжи много мест, куда можно сходить, и, соответственно, как бы нормальные цены это всё, они требуют за это. То есть, в принципе, вот так по большому счёту все музеи, в принципе, за 100 рублей. Это я без скидок считаю. Были, конечно, музеи, где даже там пенсионерам или студентам можно было за 50 рублей входить. Также взять эти все эти театры, оперы, абсолютно всё, да, вот такое, как бы тоже за 200 рублей, 250, это уже прям первые места, можно сказать. Поэтому, в принципе, если как бы немножко ещё подрабатывать, жить где-то там в комнатке, то получается, что денег ещё немножко должно оставаться. Ну и многие, как бы, многие выходят именно вот там на выходных в музей, в театр и так далее. Всё, в принципе, хорошо. Вот. Ну пока, наверное, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...